Сколько человеку нужно друзей для счастья? На самом деле, наука дала на это ответ, и ответ измеряется в числах. Мы получили этот ответ благодаря оксфордскому профессору Робину Данбару, который исследовал объемы мозга разных приматов. После этого определилось знаменитое число Данбара, это количество людей, которых мы держим в своей такой внутренней стае, и про которых мы регулярно думаем, к мысли, к которым сами у нас возвращаются. Таких людей в норме у нас порядка 150, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, и когда вы куда-то переезжаете, меняете работу и так далее, у вас, к сожалению, какие-то люди выпадают из головы, и дальше нужно потратить усилия, мозгу для того, чтобы создать образы новых ваших знакомых, друзей, товарищей. Ну, а если говорить, собственно, про друзей и друзей, то Данбар определил так называемые слои Данбара, кроме числа. Слои Данбара – это то, насколько много времени мы провели с какими-то людьми, насколько они вросли в нас, и таких больших, как я называю их, мозолей внутри света и морга, отвечающих за конкретных людей, у нас 5 штук, но сюда же входят и ваши родные и близкие, ну, то есть родные, в смысле, прямо родные, то есть сюда входит ваша вторая половина, и детеныш вас туда входит, но если у вас, например, только муж или жена и ребенок, то у вас остается еще, как минимум, 3 места для таких близких, доверительных отношений. Следующий слой Данбара называется слоем психологической поддержки, и он содержит тоже 15 человек, то есть у вас есть возможность, и с каждым из них вы должны были провести не менее 200 часов общения, и тогда этот человек превращается вот в того, кто готов вас поддержать, кому вы готовы обратиться, когда у вас какое-то переживание, и, как говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, на самом деле это, к сожалению, фантазм, круг вашей психологической поддержки – это 15 человек, то есть безусловная поддержка от 5, такие действительно просто близкие человеческие отношения с 15, ну, следующий круг там 45-50 человек – это уже ваши знакомые, и дальше все идет по неиспадающей. Ваш мозг меньше затратил ресурсов на взаимодействие с этими людьми, и в результате у вас не возникло той связи, которой достаточно для того, чтобы человек вам полностью доверял и хотел с вами общаться. Дружба – это в значительной части еще и привычка. Вот. Ну, привычка в хорошем смысле слова. Есть у нас и хорошие привычки, как оказывается.